Алина Загитова заняла шестое место в финале Гран-При в Турине. Алина была второй после короткой программы, но не смогла собраться в произвольной. Более того, во время падения с двойного акселя Загитова подвернула ногу и решила пропустить показательные выступления в Италии. «Очень жаль, но мне приходится сняться сегодня с показательных выступлений», объявила сама Алина перед выходом на лёд. «Вчера я неудачно приземлилась с прыжка, поэтому мне сейчас тяжело выступать. Прошу меня извинить. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете, за вашу любовь. Я её чувствую». Сложно подобрать слова, добавила она, выступая перед ареной Турина по громкой связи. У Алины небольшое растяжение, и врач сборной команды России Филипп Шведский, посоветовавшись с тренерским штабом Загитовой, рекомендовал Алине отказаться от выступления. По информации, травма не очень серьёзная, но риск осложнений присутствует. Травму фигуристка получила после неприятного падения в произвольной программе. Прокат Алине не задался с самого начала. Она сорвала свой коронный каскад Луц Ридбергер, затем упала Сакселя. Ещё 4 прыжка у Загитовой оказались недокрученными. Результат – худшие баллы со времён провального чемпионата Европы. 125 за произвольную и 205 баллов по сумме двух прокатов. С такими оценками Алина не попала бы в тройку лучших ни на одном из этапов Гран-при. В финале она стала последней, уступив даже попавшей в Турин в последний момент по дополнительным показателям американки Брэйди Теннелл. «Спорт жесток, но Загитову очень любят», – сказала о прокате Алины чемпион мира Илья Авербух. «У неё твёрдый характер. Мы ещё увидим прежнюю Загитову». После неудачи Алина расплакалась. Не ободрили Загитову даже многочисленные подарки от фанатов и горячая поддержка трибун. Она ждала оценок с опущенной головой, а после объявления результатов сразу поехала в отель. Чуть ли не впервые в карьере она отказалась от общения с журналистами. Не было настроения и у тренеров Загитовой. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли молодые фигуристки Этери Туберидзе. Но когда других тренеров группы Сергея Дугакова и Даниила Лихенгауза поздравили с успехом, они только вздохнули и пошли дальше, не обращая внимания. Тренеры долго не могли успокоить спортсменку даже в отеле. При этом ничто не предвещало такого исхода. Короткую программу «Триумфатор» Игорь Пхенчхана исполнила безукоризненно и занимала второе место с хорошими шансами на итоговую тройку лучших. «Наконец-то я собралась, нашла в себе необходимый адреналин», – сказала она прессе. После своего проката и с гордостью показывала новый подарок своего фан-клуба. Перед началом этого сезона Загитова заявила, что у нее больше нет спортивных целей. После успеха на чемпионате мира она выиграла все возможные титулы в фигурном катании и сказала, что теперь будет выступать в свое удовольствие. Возможно, одна из причин такой позиции в том, что Алина сильно уступает по технике другим фигуристкам сборной. У Александры Трусовой и Анны Щербаковой четверные прыжки, у Алены Косторной и Елизаветы Тутамышевой тройной аксель. Загитова наотрез отказалась от изучения ультраси. В этом сезоне точно нет, – сказала она в интервью. «Чтобы учить четверные, мне надо сначала сбросить пару килограмм». Но даже уступая по технической базе при чистых прокатах за счет качества исполнения элементов и высокой оценки за компоненты, Алина все еще может претендовать на высокие места. Тем удивительнее призывы о завершении карьеры. По мнению олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, спортсмен статуса Загитовой может выступать только ради первого места, а так как Алина без четверных не может выигрывать, то ей стоит прекратить выступление. С Костомаровым не согласна вице-чемпионка мира Алена Леонова. Это решение надо оставить ей самой, родителям, тренерам, но не другим людям. Да и зачем ей завершать, – сказала Леонова в интервью. Если и завершать, то это имело смысл делать после чемпионата мира. В тот момент это было бы логичным решением, ведь она выиграла последний недостающий титул в карьере. Она решила остаться, значит у нее есть мотивация и желание продолжать выступать. А это самое главное, значит надо кататься и кататься, и выигрывать, добавил Леонова. Впереди у Загитовой самый главный старт сезона – чемпионат России. Именно по его итогам будет ясно, выступит ли Алина на чемпионатах Европы и мира. И самое главное для действующей олимпийской чемпионки – подойти к старту в Красноярске в хорошем состоянии, как физическом, так и ментальном. У Алины сейчас непростой период жизни, ей приходится мириться с тем, что она не успевает за техническим прогрессом конкурента справляться с трудностями роста тела и переживать ставшие уже системными провалы на соревнованиях. Учитывая травму, сказать точно, выступит Загитова на чемпионате России или нет, нельзя, но можно быть уверенным, что тренеры Алины помогут ей принять верное решение. Загитова уже проходила через подобное перед чемпионатом мира, когда всерьез хотела сняться с чемпионата мира и завершить карьеру. Но тут Беридзе смогла найти правильные слова и настроить свою спортсменку на хороший прокат. Как результат, Алина выиграла золото, когда на нее никто не ставил. Кто знает, может теперь такой сценарий случится и на чемпионате России. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко осудила высказывание о том, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой следует завершить карьеру. Многие говорят о завершении карьеры Загитовой. Как им не стыдно, человек первый раз подкнулся, с ума сошли что ли. Они могильщиками работают все, ни стыда, ни совести, ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди, сказала Тарасова. Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась эмоциями после финала гран-при по фигурному катанию. Дорогие мои, посмотрели финал? О, это нечто. Алина и Аня вне всякой конкуренции. Обе программы выполнены на самом высоком уровне. Неудачная попытка четверного флипа у Ани не испортила общего впечатления. И программа уже совсем вкатана. И это видано тем, кто понимает. Александра рисковала, молодец. Произвольный покорился четверной флип. Но вновь этот злосчастный четверной сальхов, как камень преткновения. Падение со второго четверного тулупа. Но до главного старта еще есть время поставить на ноги и тройной аксель, и все то, о чем задумано. Алина – прекрасная короткая программа. Но на произвольную, мне кажется, просто не хватило сил. Не было видно волнения, но усталость проглядывается. Боролась до последнего шага. Главное – не падать духом. Следующая встреча этих восхитительных спортсменок состоится в конце декабря. Плюс еще Евгения и Лиза. Борьба будет жаркая. А сегодня порадуемся за чемпионов. Мои поздравления, написала Слуцкая в инстаграм. Четырехкратные чемпионы мира Габриэлла Бападакис и Гийом Сизерон одержали очередную победу. Иных реалистичных раскладов в нынешних танцах на льду и не предусматривается. Французы получили 219,85 баллов в сумме. На медали претендовали также две российские пары – Виктория Синицына и Никита Кацалапов, и Александра Степанова и Иван Букин. Для чемпионов России прошлого сезона Синицына и Кацалапова турнир складывался не самым лучшим образом. Хотя внешне ребята свои досады поначалу и не показывали. В ритм танцы партнер ошибся на твизле – дорожке шагов. А на тренировке в день произвольного танца не удержал партнерш во время поддержки. При исполнении оба российских дуэта показали стабильное катание без внешних эксцессов. Однако когда Степанова и Букин и их тренеры увидели оценку за произвольный танец, которая на тот момент была худшей из всех участников – 123,74, то поникли. По сумме обеих программ пара стала четвертой – 204,88 балла. «Мы только увидели мельком протокол, не понимаем, что у нас с уровнем», – сказал Букин журналистам. «Надо разобраться, это непонятно. Такого никогда не получали. Самим интересно». «Ритм танец однозначно показали в полной мере от начала до конца. А эта программа вызвала смешанные чувства. Ехали легко. На этапе Гран-при в Америке устали, а здесь наслаждались прокатом», – добавила Степанова. Синицына и Кацалапов своих оценок ожидали так. Виктория держала улыбку, глядя на табло. Тренер по технике Петр Дурнев тоже был в позитивном настроении. Тренер Александр Жулин закрыл глаза, а Никита просто опустил голову. Когда оценка была выведена на экран, зал засвистел и загудел. 121,88 балла – худший результат в произвольном танце. И 203,39 балла – худший по сумме обеих программ. После проката фигуристы и Жулин отказались от комментариев. Поначалу с журналистами не захотели общаться и тренеры Степанова и Букина, Александр Свинин и Ирина Жук. Однако немногим спустя Свинин ответил корреспонденту. «Реа новости. В коротком ритмическом танце был лучший прокат сезона. Катались с хорошим настроением и очень сильно. Произвольный тоже был исполнен на хорошем ходу и в хорошем характере. Прокатами ребята абсолютно довольны, никаких претензий к ним нет», – сказал тренер. В процессе подготовки к чемпионату России, по словам Свинина, в программах изменений не будет. И по короткому, и особенно по произвольному танцу очень хорошие отзывы были. «Будем накатывать, улучшать какие-то технические моменты, вести рутинную работу», – пояснил специалист. Второе место в финале Гран-при заняли американцы – Мэдисон Чок и Эвен Бейтс – 210,68 баллов. Третье – еще одни представители США – Мэдисон Хаббел и Захари Донахью – 207,93 балла. Субтитры создавал DimaTorzok